Я Юрий Розенов приветствую всех и помогать мне вести репортаж сегодня будет Василий Соловьёв. Барселона известна своим техничным футболом, но они и в оборону сесть могут и характер показать в таких матчах, как Классико, Петербург, например. Слово, эти парни умеют контролировать ход игры. И именно поэтому они лучшие в мире. Они организованно играют в обороне, но, конечно, их игра прежде всего это игра в пас. Пас и движение. И обратите внимание, как они работают, когда остаются без мяча. Делают всё, чтобы сразу его отобрать и снова взять на себя управление игрой. А до ворота-то не так уж и далеко. Вполне возможен удар. Подача с фланга. Будучи защитником, он должен делать это автоматически. Приложили-то здорово. Парни, но, думаю, с поля он не уйдёт. Что скажете, Александр? Оступился, похоже, игрок. Могло это привести к травме, но менять его вроде как не собираются. Так что ничего серьёзного. Спасибо. Очень органичная атака. Ещё одна передача. Думаю, надо бить и забивать. Как говорили, боитесь в Писайском союзе. Пострельцовские. Подача в штрафную. И удар со второго этажа. Неймар. Может обыграть, как говорится, несколько человек в троллейбусном проходе. То есть ему не надо много места, чтобы обыгрывать соперников. Так он здорово работает с мячом. Давайте-ка мы попробуем вспомнить. Чаще он попадает в створ или промахивается. Почему-то я думаю, надо бить и забивать. И отбил его, но куда? Вот это мы и называем плотностью игры. И если пробьёт отсюда, может быть очень опасно. Как бы так ни вышло, что хорошая. Хороший отбор. Вообще в минус к Амаде пошел. Думаю, надо битве забивать. Опасный момент. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Ну и что теперь? Возможно, удар поворотом. Очень непрепно сыграно. Никаких сложностей защите на вес не доставил. Есть, да? Сядка, обустец. Донялась. Думаю, надо бить и забивать. Ну же! Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем непочный. Кеймар. Как внешне легко порой, кажется, да, Барселона создает моменты. Черкил, обустец. Нащупывают, нащупывают Брешева в обороне соперника. Думаю, надо бить и забивать. Бей! Ух, такое ударыще! Однако вратарь на чеку. Угновой подаст Барселона. Мяч попадает сначала в защитника, а затем и в ворота. А вот и гол Барселоны. Как все-таки здорово некоторые угловые подают. И, как результат, отличный гол. Есть возможность к нам посмотреть на этот гол другого ракурса. И чуть назад, на Месси передача. Месси. Чекал, обустец. Что творит Леонель Месси? И вновь Месси с мячом. Минимальное количество углов, минимальный перевес. На самом деле, вот перерыв. Даже как-то скучновато. Казаны, что может быть, малыш, брыкнешь, что называется, поупирается. Пока этого не видно. Тяжело. Против Лома нет приема. Френер пытается добавить свежих сил. Свежего взгляда может быть. Вот выходит новая игра. Судья дает свисток, и начинается второй тайм. Петров. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Чекал, обустец. Удал. Не растерялся. Избавил штрафную от мяча. Хороший проход, и явно он нацелен на удар по воротам. Посмотрите, как часто команды сегодня бьют по чужим воротам. Дани Альдес. Ани. Вроде ничто помешать не может. Деймар. Отражает галки по мощнейшим удар. И вот он удар по воротам. И штанга. Чекал, обустец. Трудно, трудно одному атаку развивать. Поддержите его, ребята. Подготовился, вышел и забрал. Хорошее видение и понимание игры демонстрирует футболист. Мяч перехвачен. И, пожалуй, что можно бить. Это органично будет смотреться. И, можно сказать, одновременно выходят на поле два нового футболиста каждой из своей команды. Забегание справа видим мы. Принимает мяч головой удар по воротам. Чуть-чуть поторопился игрок и забежал в офсайк. А Доворовка не так уж и далеко. Вполне возможен удар. И атака флангам здесь не получится. Мы это уже видим. Вместо. Педро. Эймар. Кто говорит Лионель Месси? Думаю, надо бить и забивать. Вот шал забить. Допускаю, что, может быть, и в правильном положении был игрок. Вместо победный счет или его увеличить, тут разные могут быть тактические варианты, в том числе и замены тоже. И обратно. Мяч на планке забираем. Игрок. Игрок. Трибуна. Трибуна вовсю гонит хозяев вперед. Еще бы. Они же знают, как важно сейчас, именно сейчас, команде забить гол. Вот пошла борьба. Вот пошла борьба. Впечатление такое, что счет давно уже устраивает обе стороны. Нащупывают. Нащупывают. Бреша в обороне соперника. Практически упирается в угловой флаг. Игрок будет подавать. И за боковой. Не так чуть ли не плачешь. Ну и вот она замена. Держи. Держи. И похоже, что это последний шанс сравнять счет. Свисток судьи сигнализирует о завершении матча. Даже из поражения можно извлекать любви. Вы представляете, здесь лютка в искусстве. Как и сегодня набрали в михаиле болезни. Да, и на следующую встречу им придется уже выходить.